Приветствую! Кто такой военно обязанный? Именно этому вопросу и посвящено данное видео. Разобраться в этом термине мы можем только в том случае, если обратимся соответственно к действующему законодательству Украины. Собственно говоря, давайте это и сделаем. Поехали! А разобраться в этом вопросе нам поможет закон Украины о воинской обязанности и воинской службе. В этом законе есть понятие термина военно обязанный. И вот мы видим, что військовозобовязание – это особи, которые перебывают в запасе для комплектования Збройных сил Украины и других військовых формуваний на особый период, а также для выполнения работ из-за обеспечения обороны державы. Это часть 9 статьи 1 соответствующего закона. Конечно же возникает сразу вопрос, а кто пребывает в запасе? Как мы видим, военно обязанный – это тот, кто пребывает в запасе. И вот теперь разберемся, кто же пребывает в запасе. У запас Збройных сил Украины и других військовых формуваний зараховываются громадяни Украины, которые придатны за станом здоровья до проходения військовой службы в мирный или военный час и не достигли ограниченного века перебывания в запасе. Соответственно, мы здесь видим, что в запас зачисляются все, кто пригоден по состоянию здоровья и не достиг, соответственно, возраста, граничного возраста пребывания в запасе. Ну и для тех, кто до сих пор не верит в полномочия ТЦК и СП, обратите внимание, что те, кто находится в запасе, перебывают на військовом облике в соответствующих районных, местных, территориальных центрах комплектования та социальной підтримки та відповідних органах інших військовых формувань. Обращаю ваше внимание, что это часть 1 ст. 27 Закона про ВО и ВС. То есть это не какая-то постанова, а это текст закона. Соответственно, кто попадает в запас? Если вы проходили в университете военную кафедру, то вы точно в запасе. Если вы уже прошли срочную службу, то вы точно в запасе. Но, конечно же, здесь возникает и очень популярный вопрос, который касается большинства из нас. И он звучит примерно так. Мне 40 лет, на военной кафедре не был и срочную службу не проходил. А в военкомате я был последний раз лет 18. Я в запасе и военно обязанный? Конечно же, конечно же, нет. Исходя из того, что мы сейчас с вами прочитали, из того текста, который есть в законе, формально, юридически, вы еще не военно обязанный. Но вот здесь нужно обратиться к нашим реалиям. Вы знаете, что происходит сейчас на улице. На улицах сейчас всем раздают повестки. И вот здесь возникает вопрос, а зачем же это делается? Для того, чтобы сразу вас призвать? Конечно же, нет. Давайте посмотрим закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. И в статье 22 данного закона есть часть первая, в которой написано, что граждане обязаны заявляться за выкликом до ТЦК и СП для взятия их на військовый облик, військово-зобовязанных или резервистов, визначения их призначения на особенный период. Обратите внимание, закон Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации говорит о том, что явиться по вызову ТЦК и СП должен еще не военно обязанный, а громадяны. Зверните увагу на це. Громадяны. То есть независимо от того, в каком вы статусе сейчас пребываете, если вам дают повестку и вас до этого сняли с учета, вы никогда не становились на учет военно обязанного, это не имеет значения. Государство это предусмотрело. И они говорят, что все граждане по вызову ТЦК и СП обязаны явиться, соответственно, для того, чтобы стать на учет военно обязанных либо резервистов. Ну, в зависимости от того уже, какие пожелания будут у того человека, который явится по повестке. И, конечно же, вопрос для нас, а когда человек прекращает быть военно обязанным? Да, вот он явился в ТЦК, стал на учет, и когда он прекращает быть военно обязанным? И вот мы видим, что военно обязанные, которые достигли граничного века перебывания в запасе, а также признанные военно-лікарскими комиссиями, непридатными для военно-службы в военный час, выключаются из военно-облика и переводятся в отставку. Это часть первая статьи 32 Закона Украины про ВОТ АВС. И здесь, конечно же, уже давно назрел вопрос, и я сейчас на него отвечу. А какой же граничный возраст пребывания в запасе? С какого возраста человек, который был в запасе, перестает быть военно обязанным? Этот вопрос также урегулирован Законом Украины о воинской обязанности и воинской службе. И граничный возраст пребывания в запасе таков. Если человек относится к высшему офицерскому составу, то у него граничный возраст 65 лет, для всех остальных 60 лет. Итак, если мы буквально будем разбираться в том определении категории военно обязанной, который есть в законе, то мы приходим к следующему выводу. Военно обязанным является каждый человек, который находится на воинском учете. Если же вы на воинском учете еще не находитесь, то во время мобилизации вы все равно обязаны являться по повестке. И, как мы видим, система все предусмотрела. И если ты не военно обязанный, то все равно ты должен явиться по повестке. А после того, как ты явишься, тебя ставят на учет, и ты становишься военно обязанным. И при этом не имеет значения, какие основания для отсрочки от мобилизации у вас есть. То есть наличие хоть всех оснований для отсрочки от мобилизации не освобождает вас от вот этой обязанности явиться по повестке и стать на учет, если того потребует ТЦК. Но имейте в виду, что даже если у вас есть инвалидность, вы студент, вы преподаватель, вы явиться обязаны, но отсрочка у вас все равно есть. То есть то, что вас поставили на учет, то, что вы прошли ВЛК, это вы должны делать. Но призвать вас все равно не могут. Имейте это в виду. Это самое главное в этом плане, что отсрочка, она не освобождает человека, военно обязанного, от соблюдений правил воинского учета, но при этом она освобождает его от призыва во время мобилизации. Друзья, если вы считаете, что данное видео вам было полезно, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, и вы найдете еще много полезных видео, касающихся ваших прав и обязанностей, и ответственности, потому что это очень важно все знать в совокупности, да, поскольку знание только прав, оно немножечко сужает ваш кругозор. Вы должны знать все. Поэтому я рассказываю не только о правах, а и о обязанностях, и о возможной ответственности. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.